друзья сегодня понедельник мой последний день в таиланде я проснулся постирал носки и трусы и сейчас собираюсь банкок такие будни путешественника и музыканта да друзья вам кажется еще не рассказывал на видео что меня снова позвали в банкок после того как у меня был эфир на телевидении меня пригласили на интервью на радио сегодня мы его записываем а завтра она выходит удачно что запись именно сегодня в понедельник потому что мой вылет обратно в алмату а затем поезд в омск уже завтра утром то есть во вторник утром поэтому сейчас я еду в банкок на несколько часов чтобы дать интервью и потом возвращаюсь сюда пожелайте мне удачи что друзья только приехал купил билет сразу же поехали так что скоро в банкоке на радио возможно даже спою какую-то песню в живую для меня специально нашли гитару и постараюсь записать это все на видео то место куда я приехал в банкоке довольно далеко от радио поэтому друзья с автобуса и жители банкока с которыми мы познакомились помогли мне купить карточку на метро так будет доехать то получилось что такси напрямую отсюда стоит 170 бат это рублей 400 наверное а тут я купил карточку за 62 бат а тоже кстати не дешево где-то 150 рублей чтобы доехать до ближайшей станции к телевидению и к радио и потом оттуда могу взять такси за 50 то есть вместо 170 получается 120 где-то а может быть я оттуда смогу пешком пойти посмотрим спасибо добрым друзьям тайцам за их помощь спасибо за твою помощь мои друзья спасибо за твою помощь мои друзья спасибо за твою помощь да да даже поезда и метро в тайланде ходит по левостороннему движению очень непривычно а вот и наш поезд приехал я переживал что в тайландском метро так не побывал вот пожалуйста сегодня хороший шанс ну что приехал сейчас на интервью на радио но будет через час и а пока зашел в соседнее здание это телевидение потому что друзья с телевидения обещали мне достать гитару чтобы я сыграл что-то вживую на радио готовимся к интервью это пара моя девушка которая не только ведет эту программу но и настраивает все микрофоны всю технику друзья ну что мы с парам и на радио и готовимся к эфиру мне тут друзья с телевидения дали гитару я пока распеваюсь вы думаете мне эту песню стоит спеть на радио спасибо большое спасибо за интервью спасибо большое можем мы подождем? конечно это пара ми моя новая подруга у нее своя программа на радио таиланда это пара ми моя новая подруга она у нее есть угадка на радио, да сериал поэтому мы просто провели интервью у нас только что бы ла интервью и это было очень интересно я также проработал на мисок и ответил к вопросу о Таиланде все было очень интересно я люблю ее очень много я сыграл на гитаре свою песню и ответил на несколько вопросов про Таиланд про музыку было очень интересно ты можешь говорить на английском спасибо большое спасибо я надеюсь для всех будет видеть его программу Ну что, мы провели интервью с замечательной девушкой Парамиу, которая своя программа здесь. Я записал для вас все на видео, так что это выйдет потом отдельным выпуском. Здесь на радио это будет во вторник, через пару недель, на радио 95.5 FM Бангкок. Замечательное место, радио, телевидение, где я нашел новых друзей, где я побывал в эфирах. Очень надеюсь, что скоро в Таиланде узнают обо мне больше людей, и я сюда вернусь на эфиры, на концерты и повидаться со всеми. Спасибо большое, друзья. Это было здорово. Потрясающее приключение. Ну что, сейчас еду на автовокзал, возвращаюсь в Паттайю на автобусе и начинаю собирать вещи, потому что уже сегодня ночью со мной приедет автобус, который отвезет меня в аэропорт, и я лечу. Еду домой через Алматы, Петропавловск, собственно, как я сюда и приезжал. Но там тоже кое-что интересное заготовлено, так что будем на связи, скоро расскажу. Музыка Пришлось взять такси, потому что уже время шестой час, а последний автобус до Паттайи, как ни странно, уходит в шесть. Надеюсь, что я не опоздаю. Пойду, попробую купить билет. Фух, ну все, друзья, я успел, купил билеты. Вот так они выглядят. Через 40 минут выезжаем обратно в Паттайю, так что все нормально, я спокойен, пока есть время рассказать вам интересные вещи. Во-первых, чтобы не опоздать, пришлось взять мотобайк. Это когда человек приезжает на мотоцикле, или на байке, или на скутере, и ты сзади садишься. Очень удобный способ передвижения, если ты один. А если ты без друзей, без спутников, то прямо это самое лучшее. Потому что они лавируют между машин даже во время пробок и едут очень быстро. И вообще забавно, как ты становишься практически своим в течение 10 дней в этом месте. То есть первое время, первые два дня я боялся садиться на мотобайк, боялся на них ехать. Вызывал только такси, машину, то есть вот, или ходил пешком. Но вот я попробовал первый раз, первые две поездки я крепко держался за водителя. Потом я понял на второй день, что можно вообще не держаться. Очень комфортная поездка и так. А сейчас уже там последние пару дней я просто во время поездки ни за что не держусь и сижу чатюсь в телефоне. Вот, то есть настолько уже место. Или, например, вот их левостороннее движение, которое очень запутанное для нас, непривычное. И вкупе с сумасшедшим трафиком это просто нечто невероятное. Что никто никого не пропускает нигде, все в одном потоке, люди, кони и так далее. Но уже тоже ближе к концу поездки я просто уже иду на перерез мимо машин и заставляю их останавливаться. В общем, это забавно. У меня сегодня оставалось последние 700 бат с утра. Это где-то полторы тысячи рублей, чуть больше. И сейчас у меня осталось уже всего 150, потому что я потратил 300 бат на автобус из Паттай до Бангкока и обратно. А также потратил на такси до радиостанции обратно из моего отеля. Тоже где-то, наверное, бат 250, может быть, 300 почти. Сейчас купил в 7-11 перед рейсом в воду и свою любимую булку с кокосовым чем-то. Я так до сих пор и не понял, но главное, что там все вегетарианское. Я прочитал, перевел с помощью гугла состав. Так что возвращаюсь в Паттайю со 150 батами. Еще хватит на то, чтобы купить сувениры и пару фруктов домой. Вот наш автобус до Паттайи. Вообще, друзья, я хотел вам сказать пару слов о тайцах. Первый раз, когда я приезжал сюда 4 года назад, я был только в Паттайе, не был в Бангкоке. И меня поразило, насколько это приветливые, прекрасные люди, готовые в любой момент помочь. Многие говорили на английском, на русском. В общем, просто потрясающие люди. Мне очень понравилось. Но у меня было некое сомнение. Я думал, возможно, в Паттайе так, потому что это курортный город. И люди заинтересованы в том, чтобы туристам было хорошо, чтобы зарабатывать на них деньги, чтобы что-то продать, что-то предложить. Но я приехал в Бангкок в этот раз и оказалось просто невероятно. Это такой огромный город, мегаполис. Но здесь люди смотрят на иностранцев, машут рукой, дети улыбаются. Полицейские готовы помочь, пытаются что-то сказать по-английски. Многие хорошо говорят по-английски. То есть, в общем, от полицейских до простых студентов и продавщиц. Здесь каждый готов прийти к тебе на помощь и помочь своей проблеме. Это просто неожиданное открытие, которое было в Бангкоке, потому что я никак не ожидал, что Бангкок будет настолько приветлив. Так что Бангкок, я буду скучать и обязательно скоро вернусь.